Россия страна заборов 200 метров у нас ленточного фундамента расскажем вам из чего состоит у нас фундамент. Наш сосед поставил забор 4 метра на наше территорию не надо делать тяп-ляп мы если делаем то делаем на века мы его по-варварски снесли сломали, если хочешь жить красиво, качественно обращайтесь, мы вам все сделаем всем привет и с вами снова прораб Олег, который постоянно что-то строит здесь мы тоже что-то строим знаете есть такая поговорка россия страна заборов и я с этим полностью согласен потому что все учреждения школы садики МВД ФСБ институты они значит все закрыто заметили такими большими заборами кованными заборами или просто каким-то плитами или ну какими-то заборами у нас в стране вообще любят заборы обожают заборы и многих странах наоборот заборов нет но менталитет у каждого свой кто-то любит острое кто-то любит кислая такая тема но я вам расскажу что я уже тенденцию поймал что в россии обожают заборы строят хорошие дома и строят конечно хорошие дорогие заборы я говорю не про всех но я говорю вот например про наших заказчика я вам скажу это начиная от Владивостока заканчивая Кавказом заканчивая странами СНГ где просто обожают заборы смотрите красивый дом стоит забор для красивого дома это всегда дополнение вот представляете стоит красивый дом в поле ну вообще не очень красивый забор ставишь желательные кирпичные колонны там чем такого дерево можно добавить может металла добавить и он сразу становится красивым я вам пример привел как административные здания то есть знаешь может стоят какие-то дворцы красивые если нету до этого дворца нету забора но это что-то не то то есть и у нас пошла тенденция заборы хотят все что мы строим хотят хорошие заборы чтобы соответствовали в стиле нашего дома соответствовал забор то есть на заборе тоже можно оказывается зарабатывать и зарабатывать неплохо потому что забор это как вот для автомобилей есть автомобиль вот нету на автомобиле диски до диски вот есть просто штамповки ну вообще некрасивая поставил диски машина смотрится то же самое дом дом и забор дополнения давайте с вами поболтаем по конструктивам конструктивная часть на что мы на чем я стою для чего это нужно мы я сейчас стою на фундаменте это фундамент ленточный с сваями то есть ширина хорошая глубина хорошая хороший бетон хорошая арматура стал бы металлические виде которые будут обкладываться в будущем кирпичом это будут кирпичные колонны здесь у нас будут промежутки тоже кирпичом то есть это тяжелый большой кирпичный забор частично кирпичным частично он будет из дпк панелей я вам сейчас чуть водные накидаю вот здесь ворота у нас будут видеть у нас сейчас видно въездная зона заливается там будет стоять ворота откатные так на кнопочку нажал не какие-то распашные вот которые вы выходите на улице дождь метель холодно с кнопочки тульк ворота открылись и ты даже с машины не выходишь заехал только кнопочки ворота закрылись все вот эти распашные травмоопасные ворота какой-то сильный ветер что-то как-то там сколько машин разбитых вот ветер дунул воротину бах об окно баха кузов не дай бог дети не дай бог животных что-то ну 21 это у нас входная зона сейчас у нас это монолитный ленточный фундамент это у нас нашим соседам которые то есть мы капитально делаем мысли мы делаем забор то все ничего изменить нельзя забор сделан согласно кадастровому инженеру который отбил все точечки никакой сосед больше никогда не звенит от фундамента никогда потому что это монолитный тяжелый фундамент тому подобное у нас здесь ленточного фундамента под забор то есть и забора почти 200 погонных метров то есть 200 метров у нас ленточного фундамента где у нас за монолично вот эти столбы эти столбы будут обкладываться кирпичом а вот я смотрите вот они гофра у нас столбах каждый столб будет освещение то есть тут будет очень много светильников очень много красивый элемент вечером приезжаешь домой допустим зима или лето или что просто кнопочку нажимаешь свет везде горит и знаешь не ты просто такие лампочки которые дурные которые в доме светит атаки нежный тон и они будут освещать вот эту рельефность кирпич на кирпичной кладки то есть это будет красиво очень у нас этих столбов около 70 столбов вы понимаете да то есть у нас в каждом стал столб замонтирована два провода под электропроводку который будет подавать энергию на лампочку также у нас откатные ворота которые тоже на электричество работают здесь 800 метров проводки 800 метров гофры то есть понимаете тут во многих квартирах столько проводки как нашем заборе также забор ленточный забор фундамент монолитный что не любит бетон бетон не любит влагу вот видите синяя труба это наша ливневая система здесь будет проложена дренажная система то есть у нас в влажную погоду в сырую погоду влага будет уходить в эти трубы и отводиться за участок мы там дальше канаву прокопали она будет уходить то есть мы сделали дренаж вдоль нашего забора все на участке также у нас тут есть остался кирпич кирпич остался от строительства этого дома мы его частично думаем тоже куда-то забахать как говорится то ли у нас придет пойдет куда не на барбекю то ли еще куда-то еще придумаем то есть нас вот кирпича тут осталось нормально и вот мы идем идем это нас на самом деле у кого-то тротуарные дорожки такой ширины а у нас просто фундамент многие скажут с этим олегом связываться он как этот все как буржуй все делает я говорю ребят если хотите жить красиво качественно обращайтесь мы вам все сделаем не надо делать тяп-ляп мысли делаем то это делаем на века а тяп-ляп это не к нам это там я сразу говорю у нас и цена не тяп-ляп тоже интересно мы даже заборы делаем вот видите да масштабчик не просто какой-то вот как колышек дал забили вам в землю так стол даже два раза тоньше это в землю забили металлопрофилем обтянули все горит так с вас денежкой на следующий год стол там завалился от ветра или сгнил там в грунте у нас ничего не сгниет нас по от грунтованные столбы покрашены стал бы и в бетоне заманали все красиво так как теперь у нас задняя часть забор задняя часть дома и у нас вот такая конструкция стоит я вам расскажу предысторию этого забора этот забор не наш мы его по-варварски снесли сломали вот видите даже куски арматуры торчат сетки и тому подобное этот забор сделал сосед сосед смотрите как на нашу территорию зашел раз два три четыре то есть этот забор стоит 4 метра на нашей территории как мы это поняли мы вызвали нашего серегу кадастрового инженера геодезиста который при помощи тахеометра из 500 специальный прибор отмерил точки приехал еще один независимый геодезист чтобы перепроверить все совпало то есть наш сосед поставил забор четыре метра на нашей территории то есть он у себе увеличил территорию на 4 метра и поставил вот такой капитальный забор здесь тоже ленточный фундамент очень мощный толщина блоков вы тоже видите забор тоже очень мощный мы его ломали гидромолотами вывозили техники ну где-то метров пятьдесят мы его сломали эту часть мы оставили потому что уже вот он территория наша участка кончилась там пусть это дальше это берлинская стена стоит короче это знаете когда мы его бомбили мы говори это не стена это берлинская стена мы ломаем короче так что как то так при помощи геодезиста мы выяснили что где нас точно участок находится и мы удивились удивились как говорится в нашу пользу что у нас оказывается участок еще больше вот особенно порадовался за это наш заказчик как эта часть у нас это уже другой сосед тут еще стройки нету то есть голый участок стоит весь замусоренный был мы при помощи нашего трактора gcb и наших ребят все зачистили тут красиво а было просто мусорка на этом месте сейчас вот стоит забор а на самом деле здесь была мусорка дня всякая деревья накинут знаете вот такое ощущение что на этот участок с него сделали мусор все все ровно все чисто и также мы идем по нашему фундаменту также эти столбы будут обкладываться кирпичом основной забор у нас будут дпк панели я вам скажу дпк панели это очень крутая крутой материал который должен знать каждый сейчас многие делать из дерева заборы ну блин дерево это полная фигня надо красить надо ухаживать за ним она гниет она высыхается разваливается и тому подобное дпк панели не гниют их покрасили там раз пять лет и забыли мы их смонтируем и вам покажем то есть мы сейчас снимаем такой часть часть нашего забора часть нашего забора это фундамент фундамент это очень скажу дорогое удовольствие но это сделал раз и забыл на всю жизнь я считаю что экономить на фундаменте то все равно что совершать преступление будешь потом сто раз переделывать раз залить раз залил и тебе и всем это хватит пойдет такой у нас домик стоит да и мы выходим на другую часть забора тут более такая извилистая и вот соседи едут на машине отсюда по этому асфальту и смотрят ну смотрите помпезно смотрится дом офигенно да красиво а вот потом мы сделаем картинку до и после когда забор будет и когда забора не было и вы поймете какая картинка то есть у человека получается свои ли свое личное пространство на самом деле дом стоял забора не было его здесь люди не понимали где можно ходить где не ходить то есть ну как бы личного пространства не было вот люди паркуются как хотят все такое а сейчас будет забор то есть ты можешь здесь сделать шезлонги бассейны загорать может амени за в трусах ходить юма чисто вот блин женой захотел тут побегать побегай все вот смотри я вам пример придут нашего соседа смотрите вот нашего соседа забор вот смотри что творится за этим забором не знает никто кроме этих соседей все понять вот такая же тема будет здесь но будет здесь забор намного круче чем этот забор ну и этот забор хорошо но когда есть такой забор извини меня чё хочешь там делать что хочешь там оставляй велосипеды мотоциклы машины не закрываем ноутбуки деньги вот так ложи никто туда не зайдет тебе ну не видно а если вот здесь я сейчас оставлю машину открытую машине ноутбук лежит допустим деньги что-то ну мимо проходящего машина открытой к зайду а когда за забором я не понятно что там давайте дальше по конструктиву также у нас идет монолитный фундамент также стал бы здесь мы уже не будем делать кирпичный колонн у нас чисто будет закрываться дпк панелями тут все то есть это внутренний двор этот забор будет виден только для одного соседа потому что это проезжая зона такая транзитная только один сосед будет видеть как бы так расскажем вам из чего состоит нас фундамент смотрите выкопали траншейку просыпали песком просыпали щебни все протрамбовали вот у нас армакаркас пошел три ряда арматуры так три ряда арматуры так все все перевязано хомутами вот они все это все удовольствие заливается бетоном марки m350 не меньше и у нас становится вот такой фундамент как и везде то есть мы эту часть фундамента на днях заливаем я повторяюсь у нас тут 200 погонах метров почти фундамента и мы ульем частями и также здесь мы тоже будем заливаться частями и все здесь у нас будет тоже фундамент и калитка небольшая калитка чтобы наш сосед ходил к этому соседу в гости все здесь у нас будет парковка выложена брусчаточкой и вы кстати переходите на другое видео где мы будем показывать как мы делаем парковку дальше у нас уже здесь пошли сварочные работы вот наши колонны металлические которые были перекладины сваренные зачищены их скоро покрасим и суда будут устанавливаться дпк панели такие но этому все расскажем покажем смотрите какой у нас бетон светленький красивенький такой прям что хорошо когда ты делаешь из опалубку из ламинированной панели смотрите как яичко ровненькие если было бы из досок вообще некрасиво делать опалубку из ламинированной фанерой либо из железной опалубки у вас все будет красиво здесь у нас фундамент дальше продолжается здесь это временная конструкция это все уберем также когда вы делаете забор вы можете сделать временное ограждение такое чтобы ваш ну у нас здесь проходящая зона люди ходят часто дешево и сердито забили вот такие бруски натянули геотекстиль и сделали в оля временный забор это за оля временный забор служит чисто для того чтобы прохожие не засматривали что мы тут делаем у нас тут инструмент материал лежит чтобы как бы глаза не мозоли и как бы так это временный забор то есть он здесь две-три недели постоит и здесь появится настоящий мощный забор также здесь вот они колонны которые будут откладываться кирпичом дпк панели все такое и также мы упираемся с чего мы начали здесь у нас ворота будут не знаю зона большие широкие ворота кто открывает кнопочки как мы любим чисто мой совет или чисто мое мнение прислушивайтесь и не прислушивайтесь если у вас стоит хороший дом надо как-то делать защищать этот дом чувствует свою личную территорию а как его чувствует делать хорошие заборы то есть эти заборы также мы проектируем также мы делаем их обращайтесь в одно окно мы вам и запроектируем мы вам и построим то есть все считаю у каждого дома должна быть пара а у каждого дома пара это забор все без забора это просто строение